здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа черным по белому в студии ведущий александр гурарье генерал франко фашист пособник гитлера союзник гитлера испания которая железной рукой подавила все ростки демократии коммунизма в своей стране вот этот самый генерал франко был кроме того что он был фашистом он был мараном то есть крещеным евреем и сделал внес очень большой вклад в спасение евреев от геноцида который проводила фашистская германия это утверждает раввин доктор михаил финкель который гость нашей студии михаил здравствуйте здравствуйте александр так давайте по порядку генерал франко пришел к власти железная диктатура военный переворот и так далее раски душители свободы то есть ну по крайней мере так нам подавали историю предвоенной испании я уверен что вы помните я то тем более помню книжки испанских детей про маленьких испанских детей да 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 про то как фашистские самолеты со свастиками бомбят коммунистов в испании и так далее все это было гитлер помог ему дал оружие дал военспецов и в то же самое время товарищ сталин помогал советский союз коммунистам испанским которые проиграли в этой страшной советские летчики там сражались добровольцы советского союза как кстати и многие троцкисты при и всякие левые коммунисты которые приехали из разных стран мира да вот такая вот удивительная история перенесемся в 1492 год испании евреев из изгна из изгнания евреев из испании значит император испанский король фердинанд и королева из забелла они сделали время такое условие такое предложение как говорил от которого нельзя отгазаться до крестный отец либо вы становитесь католиками либо вы изгоняетесь из королевства испанского потеряв все деньги все движимое и недвижимое имущество в то время в испании живет 300 тысяч евреев ровно половина из них решает уйти нищими потеряв полностью все в африку то есть марокко и ровно половина решает остаться сделав вид что она принимает христианство мараны то слово испанское которым назвали крестившихся евреев в переводе это слово означает свиньи католики испанские ненавидели маранов и не верили и очень часто правильно делали что не верили потому что они не чистосердечно приняли христианство не искренне не искренне да хотя топор был над их головой да им казалось бы надо было бы полюбить своих убийц инквизиторов и тех кто сжигал их на кострах и громил убивал а они не полюбили значит так но тем не менее а и многие великие деятели испании впоследствии стали выходцами из маранов даже такой одиозный страшный настоящий католик как торквемада который лично убивал евреев и подозревал их во всем был огромную примесь еврейской крови и вот ничего удивительного нету что сам франко был из известной семьи раввинов причем с обоих сторон и со стороны матери и со стороны отца по фамилии пордо и так сложилось что будучи христианином или номинально христианином фактически был евреем и не удивлюсь если даже в глубине душу тайным иудеем потому что все его действия весь его колоссальный вклад на историю второй мировой войны и его роль в холокосте она доказывает это давайте вспомним что он сделал каждая страна считает что она внесла решающий вклад в победу во второй мировой войне над немцами я будучи внуком два моей деда не офицеры были красной армии внуком ветеранов конечно же очень чувствую это если мы спросим бывших жителей советского союза тех кто выходцы в советского союза они конечно скажут что реальным событием или событиями которые переломила хребет нацистской германии это было конечно сталинградская битва и курская дуга и конечно по-своему это так если мы спросим американцев или англоязычных они скажут это конечно высадка в нормандии до открыть сорок четвертом году второй фронт но тут есть третье мнение это третье мнение принадлежит самим нацистам который во время нюрнбергского процесса говорили об этом как геринг и немецкие генералы и черчиллю англичанам и вот они говорят что это было поведение генерала франка в чем же она заключалась сороковой год немцы разбили францию взяли всю европу в октябре месяц на границе франции испании гитлер встречается с франкой говорит слушай нам нужно захватить гибралтар эту английскую крепость там гарнизон там все но если мы это захватим мы уничтожим и удушим британию английские корабли с грузами не смогут курсировать между англией колониями мы сразу захватим северную и среднюю африку мы вам контролирует ближний восток там дальше турция наши союзники советский союз будет удушен нельзя будет ничего вести англия будет на коленях америка уже неизвестно вступит ли в войну казалось бы для этого был подготовлен план обвером немецкой разлеткой о том как это делать тут франко начинает рассказывать такие сказки ну ваши танки завязывают в песке у нас железная дорога плохая действительно колея железной дороги которая была в испании отличалась от франции нельзя ведь франко говорит нельзя эффект неожиданности сохранить англичане узнают начинается какая-то бредовая совершенно беседа встреча гитлера с франко продолжается более 10 часов он будет ну что ну не получится а потом это заплатите нам за это все оружие которые будете использовать просто пусть останется у нас и вообще как нам испании сверца с англией как не с руки такая большая морская держава дайте нам много зерна что мы кушать будем потому что мы везем все из латинской америки чем многие вещи еду а тут может быть англичане закроют морские пути и в общем чего он только не придумывал через 10 часов взбешенный гитлер вышел этих переговоров сказал я не могу видеть этого жида один нос его поганый огромный чего стоит я чувствую в нем жида то есть гитлер знал что он еврей гитлер обладал удивительной интуицией он мог не знать что он еврей но будучи настоящим дьяволом во плоти он мог это чувствовать он сказал этот жид все карты мне портит он специально саботирует важнейшее решение моей армии с франка не боялся в принципе что такое испания что такое германия вот давайте зададим себе этот раз боялся он или нет факт остается фактом немцы не взяли гибралтар англичане контролировали морские пути и потом адмирал генерал ромель и африка корпус африканский корпус который воевал уже в северной африке не победил так как должен был бы если бы гибралтар принадлежал нацистской германии вторая вещь колоссальная роль святая роль франка по спасению евреев в холокосте всем посольством испании генерал франка говорит спасать всех евреев почему и он нашел юридическую причину но как все очень просто было же сгнание из испании а когда на было 500 лет назад ну так эти все евреи наверняка мои принадлежат испанской культуре наша честь обязывает нас спасать евреев принадлежащих испанской культуре изначально это все аргументировал как только мы сефардов будем спасать то есть испаноязычных евреев и действительно спасает спасать евреев салоник вытаскивать евреев даже из-за свенцема из концлагеря берген белзин все испанские посольства выдает евреям спасительные грамоты то есть то же самое что делал рауль валенберг объявленный святым а франка никто святыми объявляет но они же в это время испания была союзница германа конечно точно так же как маннергейм финанский лидер маннергейм он был союзником гитлера и вместе с тем не дал ни одного еврея практически нацистам на истребление а финской армии служили евреи и офицерами и солдатами и были полевые синагоги и были полевые капелланы раввины это при все при том что на крыльях финских самолетов которые не получали от гитлера были свастики и вся форма и все остальное и финская армия участвовала в блокаде ленинграда и все остальное но лидер финляндии не позволял расовой политике германии как то есть он сказал то мои евреи то мои граждане я не дам вам их так вот франка помимо этого он еще спас и историки сейчас этот вопрос а сколько он спас а счет то идет на сотни тысяч человек то есть получается что франка нужно подать документы в музей яд вашем для того чтобы признать его праведником мира я думаю это никогда не произойдет но я думаю что он во всяком случае в еврейском вопросе признан праведником мира там где ничего мнения не важно вот это генерал франка который смог выжить и во время второй мировой войны и после нее и умереть собственной смертью и не дать ни одному перевороту произойти которых много планировалось против него и перехитрить многие разведки мира и многие режимы мира и гитлера перехитрил и сталин а перехитрил и англичан с американцами вот такой интересный человек на коммунистов он все-таки покрашил там ну да это нужно спасибо большое спасибо михаил это интересные факты генерал франка все-таки в нашем сознании это вот такой кровавый кровавый генерал практически пиночат даже еще хуже спасибо программа черным по белому всего доброго до свидания